Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире тема дня. Сегодня мы будем говорить о воспитании нашего подрастающего поколения. Сегодня у нас присутствует Сергей Субботин, заместитель директора Центра патриотического воспитания и Анатолий Кизилов, инструктор-методист Центра патриотического воспитания. Здравствуйте, дорогие гости! История Центра патриотического воспитания берет начало в 1988 году. Расскажите, пожалуйста, как за эти 25 лет изменился Центр? Елена, во-первых, спасибо, что вы пригласили нас на эту передачу. Тема является актуальной и востребованной для России на сегодняшний день. Очень много передач проходит по центральному телевидению, по этой теме. Но, к сожалению, в этих передачах не принимают участие руководители клубов, представители центров, учреждений по работе с молодежью. Центр наш создан в 2005 году. Истоки его создания имеют начало как раз в конец 1980-х годов. В то время в нашем городе действовал военно-спортивный клуб «Молодая гвардия», в рамках деятельности которого ветераны военной в Афганистане работали с молодежью, готовили ее к армии. То есть проводились занятия по военно-прикладным дисциплинам, военные лагеря, воздули с сандрой подготовкой и так далее. К сожалению, с развалом комсомола эта деятельность клуба прекратилась, но была создана инициативная группа из числа воспитанников «Молодой гвардии» и инструкторов, которые эту работу продолжили. И в 1995 году была создана общественная организация «Поколение», которая продолжала заниматься такой деятельностью, и появились новые направления работы с молодежью. И уже потом, в 2005 году, был создан Центр патриотического воспитания, учреждение по работе с молодежью, где традиционные формы также продолжали свое развитие, и появились новые формы и методы патриотического воспитания молодежи. Сергей, я знаю, что вы проводите с ребятами занятия по общефизической подготовке, основам выживания и очень многим другим темам. Расскажите подробнее, какие существуют сейчас в Центре патриотического воспитания учебные группы? В настоящее время в нашем Центре действуют секции греко-римской борьбы, две учебные группы по подготовке к защите Родины. Это младшие и старшие группы, где изучаются военно-прикладные дисциплины, физическая подготовка, основы рукопашного боя, медицинская подготовка, огневая, тактическая, то есть очень много дисциплин там изучается. Развита клубная работа, в настоящее время действует строкбольный, парашютный, морской клубы, спелестологический клуб. Очень много мероприятий проводится, военно-спортивных эстафет с молодежью, туристский слет, проводится семинар «Уроки мужества», создан музей «Память неизвестных солдат». То есть очень много мероприятий и направления сейчас действуют. А сколько вообще ребят посещает Центр? Какого возраста? Какие группы самые востребованные, скажем так? В настоящее время это порядка 300 человек. Это если учитывать секцию, наши учебные группы, клубную деятельность, поисковый отряд. Это достаточно большое количество молодежи посещает Центр. Возраст ребят какой? Возраст от 14 лет. И есть ребята уже и взрослые, бывшие наши воспитанники, которые являются в настоящее время нашими общественными инструкторами, помощниками нашими. То есть это от 14, скажем так, до 30 лет. А в какой группе больше всего, скажем так, занимаются ребят? Какие, может быть, занятия больше всего интересны нашему молодежи? Ну, основной наш состав, конечно, это воспитанники учебной группы, старшей учебной группы по подготовке и защите Родины. Это как раз вот от 14 лет ребята, которым предстоит служба в армии, которые с нами участвуют во всех наших мероприятиях. И в поисковой деятельности, и в лагеря, и проходят разнообразную подготовку. Такой момент, что занятия, все, которые проводятся в Центре, они для этих ребят бесплатные? Все занятия в Центре, это во всех наших направлениях, в клубах, в секциях и в группах, все занятия бесплатные. Вы сказали, что в Центре патриотического воспитания открыт музей памяти неизвестного солдата. Что там можно увидеть, и кто выступает гостями, скажем так, этого музея? Может быть, школьники или еще кто-то? Ну, во-первых, наш музей – это была мечта. Очень долго мы к ней шли. Порой казалось, что мечта была неосуществимая. Но в 2007 году мы подошли вплотную к тому, чтобы у нас были первые посетители. Это, как сейчас помню, 17 марта 2007 года. У нас пришли ребята-школьники. И вот с тех пор ежегодно у нас, наверное, практически все школы города, все школьники, маленькие, взрослые и учебные заведения побывали в нашем музее. В музее собраны экспонаты, которые были собраны, найдены в ходе поисковых экспедиций. Поисковых экспедиций, которые мы как раз проводим с середины 90-х годов ежегодно. И, ну, можно даже так похвалиться, то, что в нашем музее есть экспонаты, скажем так, которых нет в ведущих музеях нашей страны. То есть музей там на Поклонной горе, музей вооруженных сил. То есть мы там тоже бывали. Просто, ну, немножечко похвалиться, как я уже сказал, что есть достаточно много уникальных экспонатов. Ну, например, вот какой экспонат такой, один из самых уникальных, который в большем деле нет? Ну, они, для нас они вообще все уникальны. То есть потому что это экспонаты, которые непосредственно связаны с Великой Отечественной войной, которые связаны с нашими дедами и прадедами, которые проливали кровь и благодаря которым мы живем. То есть для нас такие экспонаты действуют, какие-то такие вещи. Ну, не сказать, что святые, но с трепетом приходится относиться. Ну, и мы относимся с трепетом ко всему, как к этому. И если вот, скажем так, из наиболее неценных, не в плане материальном, вот лично для меня, например, это смертные медальоны. Смертные медальоны наших солдат, которые мы находим достаточно редко, в принципе. К сожалению, но это, скажем так, отдельная тема. Лично для меня смертные медальоны наших бойцов – это один из самых ценных экспонатов, в том числе, нашего музея. И для любого поисковика, который занимается поисковой работой, смертные медальоны – это, наверное, все-таки одна из самых ценных вещей, которые можно найти в ходе экспедиции. А если вот как бы брать, скажем так, ценность, ну, оригинальность, ну, у нас собрана и большая коллекция немецких пряжек, которые мы, ну, неизбежно в том числе находим и вещи немецких солдат. Ну, то есть, так сказать, сразу, что вот что-то вот прям вот это, вот это и вот это. В принципе, у нас в музее все уникально. То есть, кто придет в музей именно на экскурсии, я вот конкретно покажу, что вот эта вот вещь требует определенного внимания. Вот эта вещь, там, вот эта вот пряжка, там, ее вы мало где встретите, где увидите. Ну, то есть, в целом. А есть ли вот о самих школьниках, задам такой вопрос, ваше мнение? Они приходят в музей просто потому, что учителя сказали, что так нужно? Или им это действительно интересно, и они осознают важность представленных там вещей? Наблюдая вот за ребятами, которые приходят, то есть, вот когда они заходят к нам, это голдеж, там, смех, там, крики. Ну, то есть, ну, молодежь, она и есть молодежь. А перед тем, как они у нас посещают музей, я стараюсь им показать, ну, несколько видеороликов о Великой Отечественной войне, о поисковой экспедиции. Я просто смотрю, что постепенно ребята, в принципе, начинают как-то себя немножечко более серьезно вести, меньше криков. А когда уже заходят в музей, начинаешь вести экскурсии, просто видишь, что подавляющее большинство ребят, они именно заинтересовываются, именно смотрят, то есть, скажем так, проникаются. То есть, подавляющее большинство молодежи, детей, школьников, которые приходят. Вот я, может быть, заслуга, не заслуга наши, то, что мы так их настраиваем. Но на самом деле видно то, что ребята действительно проникаются, вот сама атмосфера, может быть, поисковая работа, нашего музея, нашей, может быть, работы. И когда им еще вот многие экспонаты мы даем в руки подержать, что-то потрогать, что-то вот не примерить, а подержать в руках. И на самом деле живой отклик от детей, от молодежи, получающей. Очень многие, когда уже проведешь экскурсию, просто многие уходить не хотят. Уже учителя, давайте, давайте, скорее, скорее, скорее. Особенно вот маленькие где-то, там, первый, там, пятый класс. То есть бывает так, что даже уходить не хотят. И, в принципе, я считаю, что это делаем полезные вещи, полезную работу. И вот как раз вот экскурсии в наш музей. Давайте продолжим тему поисковых экспедиций. Первая поисковая экспедиция по поиску и захоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась в 91-м году. И это явилось отправной точкой для работы электростальского поискового отряда. В этом году, 8 мая, насколько я знаю, городской отряд вернулся из очередной экспедиции, проводившейся в рамках Международной вахты памяти 2013. Расскажите, пожалуйста, о результатах этой поездки. В этом году у нас работало две группы поисковых. Одна работала в Балдайском районе Новгородской области. И наиболее многочисленная группа, основная наша, работала в Демянском районе Новгородской области. В Демянском районе были найдены и захоронены останки 71 красноармейца. Найдены два медальона, установлены личности солдат. Они являются бедности пропавшими на сегодняшний день, и ведется розыск родственников их. А в Балдайском районе найдены останки 12 военнослужащих и один медальон на экспертизе в настоящее время. В этом году у нас принимали участие впервые 10 человек. То есть привлекаются молодежь, и это очень радует. Я считаю, что экспедиция прошла успешно. А вообще, как часто проходят такие экспедиции? Когда будет следующая? Два раза в год мы организуем и проводим экспедиции. Одна проходит весной, а другая осенью. Это уже в Московской области, в Русском районе. Мы планируем туда в очередной раз выехать. Сергей, вы не могли бы немножко подробнее рассказать о самом процессе? То есть как вообще вот это происходит, эта экспедиция? Что делает? Какие используете приборы, может быть, специальные? Перед любой экспедицией проводится очень большая работа в архиве. То есть отыскиваются документы, устанавливаются события военных лет. Потом производится разведка на местности обязательно. Используются металлодетекторы, в том числе глубины, которые могут находить предметы до 2 метров на глубине. Используются щупы. То есть опыт поисковиков тоже очень важная составляющая проведения экспедиции. Понятно. Как сами участники экспедиции, вот когда находят очередной вот этот такой предмет? Вы же, наверное, присутствуете рядом, видите эмоции. Что испытывают при этом ребят? Ну, самые серьезные эмоции испытываются поисковиками, когда они находят останки солдат или именную вещь, или смертный медальон, о чем говорил Анатолий. Это является самой главной находкой, целью и смыслом поисковой экспедиции. Это очень сложно, на самом деле, передать, когда находишь смертный медальон. То есть это, наверное, можно объяснить только тот, кто в этом реально участвовал, кто находил их. Это, на самом деле, действительно радость. То, что мы нашли этот медальон, мы его можем прочитать. Мы какой-то семье в нашей стране, или, может быть, в странах, которые входили в состав Советского Союза. То есть мы можем найти семью и вот конкретно сказать, что вот ваш отец, дед, прадед не пропали без вести, а геройски погиб, геройски погиб, защищая нашу с вами Родину. Это когда такой медальон находишь, такие мысли, вот как бы то, что одна семья сможет точно узнать, что случилось с их родственниками. Поисковики осознают то, что является большой несправедливостью, то, что большое количество солдат является вести пропавшими, не захороненными на сегодняшний день. И в результате этой работы, этой несправедливости становится меньше. И хотелось бы еще добавить, что поисковая работа является одним из лучших методов патриотического воспитания молодежи. Это отмечено было и президентом нашей страны. Вот помимо поисковой работы, какие еще используются методы работы с молодежью? Какие мероприятия проводятся? Я знаю, что вы организуете работу летних полевых лагерей и военно-спортивные молодежные игры. Что это такие за проекты? Ежегодно в июле месяце у нас проводятся военно-полевые сборы, учебно-тренировочные, где на протяжении 20 суток наши воспитанники закрепляют навыки, полученные в течение года, и получают новые знания и навыки по военно-прикладным дисциплинам. Там очень разнообразная подготовка проводится с молодежью. Это и тактическая, огневая, воздушно-десантная подготовка, следовая, маскировка, тактика, первая медицинская помощь. Водные занятия проводятся, средства передвижения на воде, переправы, то есть военно-инженерное дело, гранатометание. То есть очень много проводится таких занятий и даются полезные навыки. Хотелось бы отметить, в настоящее время двое наших воспитанников, которые на протяжении трех и более лет занимались в центре, в настоящее время проходят службу срочно по призыву в одной из самых элитных частей силы специального назначения России. Это 45-й отдельный полк специального назначения воздушно-десантных войск. Мы ездили к ним на присягу, постоянно с ними на связи. Они очень довольны, им очень нравится, хотя и служба тяжелая, сложная. Там и 30-ти километровые марш-броски, и прыжки с парашютом. То есть очень такая подготовка серьезная, дается. Ребята довольны, что попали служить туда. Они попали туда по желанию. У нас есть с военкоматом договоренность и взаимодействие налажено для того, чтобы наши воспитанники, кто заявляет желание попадать в такие части, они туда попадают служить. А сколько по времени занимается такая подготовка? Летний полевой лагерь. Это как, все лето они занимаются? Нет, это 20 дней в июле месяце. А где это все? На базе полигонов воинских частей или в лесной зоне Новгородской области или Московской области, то есть по-разному. А как определяется, куда ехать? Мы заранее готовим такое место, решаем, согласовываем с администрациями, с командованием воинских частей и выезжаем. Хорошо. Вы затронули тему военной подготовки. С 25 по 27 февраля этого года на территории воинской части 61996 проходили военные сборы, ты в армии. В них принимали участие ребята до призывного возраста. Вы выступили организаторами мероприятия. Как оно проходило, его цели, задачи, в принципе, понятны, но можно поподробнее немножко об этом? Да. Уже несколько лет такое мероприятие проводится. Оно является, на мой взгляд, уникальным. Его мало кто проводит в настоящее время в России. Смысл этого проекта, этого армия, дать первоначальные навыки военной службы призывникам нашего города, тем ребятам, кому предстоит служить в армии, срочная служба. В рамках этого проекта проводится очень много занятий. Ребята находятся в воинской части практически так же, как солдаты срочной службы. С ними проводятся занятия огневые, то есть огневая подготовка, физическая подготовка, основу рукопашного боя, боевые стрельбы практически проводятся с ними, войноинженерное дело. То есть эти навыки очень важны, и ребята, кто уже отслужил и вернулись, рассказывали, что им это очень помогло. В свое время я в рамках «Молодой гвардии» проходил такую подготовку, попал служить на границу с Польшей. И благодаря таким навыкам, которые я приобрел, мне достаточно быстро и качественно удалось овладеть пограничным мастерством в то время. И считаю, что очень важный проект. Вы говорили, что еще и десантную подготовку можно пройти. То есть ребята имеют возможность обучиться зам порошков с парашютом. Правильно я понимаю? Да. В нашем центре действует успешно парашютный клуб, в рамках которого уже подготовлено на сегодняшний день более 120 человек. В рамках деятельности клуба, помимо обычных прыжков с парашютом, были совершены прыжки повышенной сложности. Это на 5 секунд задержки открытие основного парашюта, на 10 секунд задержки прыжки на воду с малой высоты из 500 метров. Крайний раз мы уезжали в мае месяцы, и были совершены прыжки, так называемые упражнения «Выход на поток» с парашютом «Школьник», который разработан в НИИ «Парашют-строение» в городе Киржача. То есть я считаю... И как раз у нас руководитель клуба. Это направление тоже у нас развивается и успешно действует. А какие еще планируется развивать направления? Может быть, что-то новое в скором времени откроется? Может быть, морской клуб какой-то? Морской клуб у нас в настоящее время в стадии становления, но уже проходили ряд мероприятий, сплавы на катамаранах, участие в регатах на воде. То есть это направление тоже мы пытаемся развивать в настоящее время. Известно, что Ваш Центр патриотического воспитания оказывает поддержку ветеранским организациям и инвалидам. В частности, 6 марта этого года на базе Центра патриотического воспитания проходила встреча молодых людей с ограниченными физическими возможностями из организации «Мы вместе». В чем суть работы с инвалидами? Какую поддержку оказываете, старается Центр? Ну, у этой организации «Мы вместе» регулярно проходят встречи. Естественно, что ребята, скажем так, с ограниченными физическими возможностями. И очень часто самим придвигаться им, скажем так, проблематично. И где-то с 2004 года нас один раз попросили помочь. Наши ребята, в том числе вот и я, как-то вот прониклись этим делом, подружились со многими из ребят-инвалидов. И вот с 2004 года вот у них какое-то мероприятие проходит, нас просят помочь. Мы и поможем доставить, и мероприятие провести, и просто дружеское общение у нас. Мне регулярно вот ребята по телефону звонят, общаемся. Они к нам бывают так, что, Толь, можно прийти к тебе в Центр, в музей друзьям показать? Говорят, легко, приходите, пообщаемся. Вот сейчас у нас 18 июня на базе вот пенбольного клуба будет День здоровья. Вот наш центр будет проводить совместно вот с Центром социального обслуживания будем проводить вот такой День здоровья именно вот ребят-инвалидов из «Мы вместе». А что там будет, как этот день будет проходить? Ну, различные эстафеты мы им проведем, конкурсы, то есть дадим пострелять из страйкбольных ружей. Ну и, в конце концов, дружеское общение, чай, баранки. То есть подарить душевное тепло и дать возможность тоже как-то активно поучаствовать. И активно себя проявить, да, потому что, ну, сами подумают, то, что ребята практически все время проводят дома, здесь они друг с другом пообщаются, и с нашими ребятами пообщаются, и поучаствуют в, скажем так, в интересных конкурсах. Я считаю, что это нужное и правильное, скажем так, направление нашей работы, потому что у нас многие ребята молодые помогают. То есть это тоже часть, скажем так, воспитания. Может быть, это уже не столь, скажем так, ну, не патриотическое, наверное, все-таки это гражданское воспитание. То, что, по крайней мере, ребята смогут и пообщаться со своими сверстниками, которые немножко не такие, как они. И проявить не только, как бы, сострадание, милосердие, может быть, это, ну, не надо, вот. А именно, что помочь пообщаться вот с такими ребятами, чтобы они тоже почувствовали, что они не одиноки, что они не в четырех стенах. То, что они тоже кому-то нужны, и что с ними тоже можно общаться. То, что они тоже могут пообщаться со своими тоже сверстниками здоровыми, которые занимаются вот такой вот работой, которой занимаемся мы. Это верно, это очень, правда, хорошее направление. И также вы еще и ветеранские организации поддерживаете, да? Участвуете в каких-то их мероприятиях или что-то для них? Проходят вот Дорогами Победы заседания клуба, то есть мы регулярно принимаем участие. Мы частенько к нам приходят вот из ветеранской организации машиностроительного завода. То есть ветераны приходят в музей, там у нас посидят, и мы им ролики посмотрим, а вместе посмотрим. То есть такая-то работа тоже идет. И насколько я поняла, вот из всех выше озвученных мероприятий, они больше, так скажем, мужского характера. У вас из трехсот, вы сказали, воспитанников, сколько процентов мальчиков есть вообще девочки? Девушки у нас тоже занимаются и участвуют в наших, во всех мероприятиях, в том числе и участвуют в военно-полевых сборах, в поисковых экспедициях, и прыгают с парашютом. И в настоящее время девушки некоторые обучаются в высших учебных заведениях МВД и работают уже и в полиции, и в прокуратуре. То есть девушки тоже участвуют. Даже иногда вот наблюдая за девушками, девушки иногда себя показывают, может быть, даже немножко с лучшей стороны, чем ребят. То есть есть девчонки, которые дадут фору, да, пацанам? Девчонки есть, да, такие, которые прям вот молодцы. Их не много, но они есть. Ну что ж, наша беседа подошла к концу. Я благодарю вас за то, что сегодня вы были с нами. Можно подвести такой итог. Среди молодежи очень много талантливых, активных и целеустремленных ребят, истинных патриотов, да и людей, которым интересно заниматься с молодежью, тоже достаточно. В эфире была тема дня. Мы беседовали со специалистами Центра патриотического воспитания Сергеем Субботиным и Анатолием Кизиловым. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова